Друзья, спросите, почему я сижу рядом с железной дорогой и трескаю семечки? Мы находимся сейчас с вами в самой популярной локации Ханое. И это мой новый влог про Вьетнам. Какая красота. Нужна кому-нибудь заколочка, мочалочка? Прячемся в доме в чьем-то. Нас заперли на балконе. Просто женщина сзади меня стрижет себе ногти. Кофе принесли в очень грязных кружках, и кто-то его уже отпил. Как вам бренд Джелин? Анжелина Джелин. Добро пожаловать в Россию. Юрий Гагарин, Кремль. У нас семечки. Вот вам мини-русские музеи. Всеми любимые матрешки здесь присутствуют. Друзья, всем привет и добро пожаловать в мой новый влог про Ханой. Этот выпуск будет посвящен самым классным местам, интересным локациям, немножечко кафе, ну и трэша Вьетнама. А в предыдущем влоге, прикрепляю ссылку, это будет здесь, он вышел очень интересным, но там больше про трудности миграции. Я встретилась со своей хорошей знакомой, которая прожила там около двух лет, и она поделилась такими тонкостями переезда. Мы разобрали стоимость, и в принципе влог, я считаю, вышел довольно-таки информативным. Он больше подойдет людям, которые ищут информацию для переезда и вот что-то более так детально рассмотреть. А в этом влоге я расскажу о самых классных и не очень местах. Так что приятного просмотра. Это утро началось с поездки на какое-то красивое центральное озеро, но машина не проезжает в таких узких. Точнее она бы проехала, но тогда все остальные встали бы на мопедах. Поэтому водитель меня высадил и сказал, что придется прогуляться пешочком. Будьте к этому готовы, что если вы будете передвигаться прямо по центру Вьетнама на машине, придется рассчитывать на какую-то преждевременную парковку и самостоятельную прогулку. В общем, подходим уже к кафе. Сейчас подсниму колорит этих ханойских улочек. Такие вот магазинчики. Цветочные. Довольно-таки чисто для такой улочки. Пожалуйста, прихмахерская. Все индивидуальные предприниматели занимают, видимо, за собой какой-то угол. Ну и вот, пожалуйста, вам трикотаж. Овощи. Все на одной улице. Очень удобно. Арина вегана, и поэтому мы пришли в веганское кафе, которых очень мало в Ханое. Прям очень. И почти нигде нет альтернативного молока. Только в Starbucks. И вот в таких вот кофейнях, которых насчитывается прям вообще единицы. Сейчас сделаю небольшой обзор. Я вообще сначала подумала, что это какой-то технический осмотр байков. Непривычно, что кафе в таком стиле может быть. Тут внутри очень удобные велосипеды и байки. И сразу же заехал, кофе сидишь, пьешь. Что это, если неудобство? Полный люкс. Ну все, друзья. Мы с вами, как истинные ханойцы, надевшим маску, шлем, капюшон, отправляемся. И теплую куртку Арина мне взяла. Какой у тебя шлем прикольный. С рисунком сзади. Местные предприниматели разложились. Мне очень хотелось посетить более туристические, такие эстетичные кафе. Я живу на Бали. Здесь очень приятный сервис. Здесь очень приятный интерьер. Кто не в курсе, посмотрите. Здесь прикреплю плейлист. Там много классного рассказала об этом острове, которое сейчас пользуется довольно-таки дикой популярностью. Поэтому все-таки вот с кафе, где мы до этого пришли, я не получила должного наслаждения. Захотелось как-то кофе, знаете, прям насладиться с интерьером, чтобы ощутить, знаете, какой-то этнический вот этот вот вайб. Короче, переносимся в популярное кафе Ханой. Здесь очень красиво по-новогоднему украшено все. Выпьем кофеек и пойдем. Вьетнамцы очень любят потрескать семечки, посидеть за столом. Я думала, они не воспитаны, они с собой их принесли. Но нет, их можно заказать. Если вы хотите, если, точнее, вы не хотите пить вьетнамский кофе, тогда не берите блэк кофе, потому что он будет очень сладкий, очень крепкий. И просите лучше американ или вот привычные нам такие названия. Так, ну вот, смотрите, сервиз какой чудесный. Мне кажется, это из чего-то стола соседнего просто принесли кофе. Кто-то его явно уже тут отпил. Арина хочет устроить разнос. Так как Арина знает вьетнамский, сейчас будет скандал. Это будет скандал по-русски. Все. Она вызывает ее. Она вызывает ее на разборке. Ну вот, мы попросили, нам принесли уже из чистого сервиза. И тут хотя бы есть пенка. То есть уже никто не отпивал и хорошая порция. Ну все, давай еще раз. За наш хороший день и планы. Ура. Просто женщина сзади меня стрижет себе ногти. Почему бы не сделать маникюр, когда ты сидишь с подружками в кафе? Далее мы направились в очень популярное место. Оно находится рядом с Центральным озером. Я вам советую его посетить. Ну и, конечно же, приобрести парочку ханойских сувениров. Так, смотрите, снова улочка местных предпринимателей. И в центре вас на каждой улице готовы будут снабдить как фруктами, так и всем необходимым для холодной погоды. Sorry, what's the price? What's the price? I'll tell you for you. I buy you 150. Same here, buy you 100. Ты поняла что-то? 100. 100. For one. 100. Это где-то 70 тысяч. Ну что? Ну вроде нормально. Вроде или... Как я выгляжу? Это был в 8, мне, конечно, очень смешает. Почему? Вообще, как торгашиствовать? Сейчас ждите прямое включение, Арина, корреспондент. Анастасия. Как здесь с торгашством? Нормально. Принято, принято, да. Ну типа им нравится, потому что на Бали всем нравится, когда ты начинаешь торговаться. Да, ну, наверное, да, нравится, я думаю. Я не часто торгуюсь на улицах, на самом деле. Ну ладно, давайте попробуем. Они не будут тебя выгонять и говорите, что типа ты оборзел. Нифига себе. Какой кстати, вы мне извините, я скандал такую тюрьму? Не, ну у нас тоже выгонять не будут. Ну слушайте, давайте интерес ради. Ребята, а как вам бренд Джелин? Анджелина Джелин. Селин уже не в моде, если вдруг кому-то... Если кто-то вдруг не в курсе, во Вьетнаме уже новый бренд. Но я считаю, это в коллаборации с Анджелиной Джоли придумали и появился Иселин. Бренд Джелин. Да? 80. For one. 80. Fixed price? No, I sell rubri for you. Just for me. But normal price? No. But normal price 150. I buy 150. Okay, same as the shelf for you. Okay, thank you for discount. 100. This is no shop. Почему она потрогала мою шапку? Thank you. Такая тут атмосфера. Пагода открывается в 13.30, сейчас в 13.25. И вот здесь уже очередь. Друзья, ну вот она наша первая такая аутентичная локация. Это пагода Чоу-Кок, которая еще построена в VI веке. Это считается одним из самых старейших мест Ханое. Но пагода точно самая старейшая. И расположена она самым крупным озером Ханое. Так что место определенно стоит посетить, посмотреть, что же под собой вообще подразумевают первые самые пагоды столицы Вьетнама. Кстати, вход сюда бесплатный. И это очень часто во все такие самые, наверное, аутентичные места. Обычно бесплатный вход. Можно прогуляться. Я уже вижу красивые сады. В общем, давайте пойдем посмотрим, что там внутри. Называется Будда-фрукт. Он очень вкусно пахнет, он очень цитрусовый. Его не едят, потому что непонятно, как его вообще... Куда его добавлять? Мне кажется, он добавляется просто, может быть, какой-то цедрой или просто в комнате для запаха. Но он пахнет вообще изумительно. Это что? Можешь понюхать. Пахнет вкусно, похож на, наверное, недозрелый грейпфрут, да? Что-то вот такое цитрусовое, да? Это подношение для Будды, я правильно понимаю? Да, сделано. Что во Вьетнаме, что в Индонезии, они очень к желтому цвету положительно относятся. У них этот цвет, он часто используется в каких-то таких вот храмах в одежде, в цветах. Поэтому я люблю желтый цвет, мне тоже он нравится. Далее, после храма мы отправились на следующую локацию. И вот посмотрите, какие тут чудесные дороги. Все сидят на этих маленьких табуреточках. Я не понимаю, почему им так нравится заземляться. Неужели не холодно? Они, кстати, постоянно ходят в шлепках. Вот какая бы температура ни была, вьетнамцы постоянно носят шлепки. Вот это вот замечательный кадр, где мужчину вообще стригут на улице. Мне, конечно, очень понравилось. Ну и переносимся в весь колорит ханойских дорог, чтобы вы понимали, что вообще происходит. Зашли в кофейню, называется она Мороу. Цена выше средней, но, если вы сомневаетесь в качестве, здесь можно продегустировать шоколад. Он черный, это очень хорошо, потому что молочный шоколад, согласитесь, как-то не тянет на какой-то эксклюзив. Слушайте, столько дегустаций, прям какой-то лайфхак. И очень много именно темного шоколада. Я вам скажу, очень даже вкусного темного шоколада. Прикрепляю название. И, пожалуй, вот эта плитка отправляется со мной. Друзья, мы с вами находимся в центре ханой, как вы можете это услышать по шикарным звукам. И сзади меня кафедральный собор. Честно говоря, нет ощущения, что где-то во Вьетнаме и в Азии азиаты очень хорошо делают Ctrl-C, Ctrl-V. А это вообще один из видов транспорта передвижения. Как вы видите, здесь очень колоритно, насыщенно и, наверное, небезопасно стоять на дороге. Так что мы немножечко сейчас приблизимся к этому произведению искусства и постараюсь вам снять самые красивые кадры. Пойдемте. Ничего, не съедят. Стараемся перейти. Оп! Стараемся перейти. Арина говорит, что здесь проходят службы, но собор очень редко открыт. И в основном здесь можно пофотографироваться. Но альтернатива Милану. Только что голубей нет. Так что, если вы сюда отправитесь, можно закладывать минут 10-15, сделать фотографии и отправляться дальше. Друзья, пью за ваш хороший день. Пусть у вас все получится. Намеченные планы на окончание этого года будут выполнены. И вы подведете итоги и поймете, какие вы молодцы. Сколько вы всего проделали. А если не проделали, значит, сэкономили силы на следующий год. В любом случае, за ваши успехи и хорошее настроение. Для тех, кто не пробовал никогда спринг-ролл, это завернутая в рисовую лепешку, немножечко здесь лапши и очень много зелени, в том числе морковка по-китайски, всякие огурцы. Приносится это специальным соусом. Он слегка такой островатый. Так, мой пир продолжается. Я попросила традиционное блюдо. Вот мне принесли лапшу с говядиной. Они это очень любят здесь. Обратите внимание на дизайн кафе. Так, друзья, срочное переключение. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, не поставили лайк или комментарий, исправляем ситуацию. Мне очень важно ваше мнение, ваша обратная связь. Может, вы уже до этого были во Вьетнаме. Может, у вас есть какие-то рекомендации. Вы можете что-то посоветовать моим зрителям. Я всегда рада. Поэтому активничаем, не стесняемся. Переходить дорогу здесь не просто. Но мы с вами не первый год в Азии. Так что, я думаю, справимся. Оп, перешли. И вот в самом таком настоящем ханойском стиле у нас тут семечки. Без этого ханой будет не ханой. Конечно же, какая может быть поездка в Ханой без самого туристического, самого инстаграммного, вообще популярного места. Я думаю, вы про него все уже слышали. Это улица с поездом. И мы столкнулись с какой-то первой такой незадачей, разочарованием. И есть, конечно, вопросы к этому месту. И тут перекрыли. Арина говорит еще недавно, вот это все было в свободном доступе. Любой мог зайти, занять место и ожидать. Но именно сейчас вот мы пришли. Все ждут, пока откроют проход. Ну и мы надеемся как-то усесться во всех этих заведениях. Да, 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 я надеюсь. Так, ожидаем. Тут еще и дорога. Ситуация получается очень напряженная. Начинается какой-то трэш. Просто людей пихают, толкают. Вообще. Мне кажется, пока только на выходных. По будням они пускают, скорее всего. Думаешь? В общем, по выходным какая-то шляпа. Полная. Как вы уже поняли, я вам абсолютно не рекомендую приходить на эту улицу с поездами днем. Потому что все движение перекрывается. Начинается вот это вот вакханалие. Всех толкают, пихают. Очень неприятное ощущение. Мы просто потеряли время. Какой-то вообще бред происходил. Никакого наслаждения. Этот поезд пронесся. Все толпились. Ой, короче, был просто трэшняк. И в итоге я приняла решение, что обязательно дождусь вечера и еще раз попытаю удачу. Ну, а пока что мы с вами переносимся в очень классное место. Кстати, я его советую. Обязательно посетите. Это такая типа сабвей местный. Короче, переносимся в место действия. Пришли в очень популярное место. Арина сказала, что это стоит попробовать на уровне фобо. Сэндвич как называется? Банми. Банми. Вон название. Но придется постоять в очереди. Очередной шоу-рум. Сокровище Беларуси, если хотите. Дождались мы наконец-таки этого шикарного сэндвича. Давайте тестировать. Чаек. Дешевле нашего утреннего кофе стоит вот этот бутерброд. Вполне приемлемо. Я бы даже сказала вкусно. Вообще-то вкусно, да. Друзья, мы сейчас на самой популярной улице ломбардной, где меняют деньги. Называется она Хочу. И сюда можно смело приезжать, Арина сказала, и обменивать валюту. Ну или сдавать, конечно, ваше богатство в ломбард. А мы тем временем возвращаемся домой. Друзья, мы просто не смогли проехать мимо Минесо, коллаборации Минесо и Барби. Блин, так прикольно вообще. Вон тут всякие. Все розовое. Да, мне кажется, тут может приступ, приступ Барби случиться. Спонж с Барби отправляются в нашу корзинку покупок. Положительное настроение. Но я считаю лучше. Этот день закончиться не может. Итак, подземный переход Ханоя. Нет бездомных. Никто не гадит. Все очень чисто, ничем не воняет. Так что нужно отдать должное. Не так уж и грязно. Знаете, много очень мусора всякого. На улицах валяется именно в пакетах. Но так, чтобы вот вьетнамцы срали, понимаете, в кустах и прямо рядом с дорогой. Такого, конечно, я тут не наблюдаю. Знаете, если у вас нет приложения Grab, если у вас нет собственного транспорта, в принципе, не проблема поймать такси прямо на улице. Даже если вы в этом не заинтересованы, водители Grab и других фирм такси будут все равно останавливаться. Ну и ненавязчиво так оборачиваться. Что-нибудь скажут по-вьетнамски и будут ждать вашей реакции. Такого, как на Бали, что вас окружают несколько гоуджеков, если вы идете один и очень настойчиво вас просят воспользоваться их услугой такси, такого не будет. Посмотрите, я дошла до Старбукса. Здесь их, кстати, нормальное количество, не такое, конечно, как в Сеуле, где просто на каждый квадратный метр по 150 кофейн. Несмотря на очень сильный культ кофе во Вьетнаме, который они могут пить, как Арина мне сказала, даже в 9 вечера, и просто весь день с утра до вечера, здесь очень сильная проблема именно с альтернативным молоком. Альтернативное молоко можно найти в одной из немногих веганских кафешек. И вот, например, в Старбукс. В него мы сейчас с вами и пойдем за моим любимым флэт-вайт на овсяном. Ну, друзья, вот так вот выглядят остановки. Пришел автобус, тут как будто бы, не знаю, после бомбежки. Грязно. Вот такие вот табуреточки маленькие тоже очень популярны. Почему-то выше они не хотят. Мне кажется, что вьетнамцы любят заземляться. Ну, здесь еще, видимо, какая-то невыкупленная территория. Ну, и, как я говорила ранее, отправляемся с вами в самую топовую локацию. Наконец-таки увидим этот поезд с нужного ракурса. Я попаду в кафе, но супер нелегальным путем. Это просто, на самом деле, трэш история. И нас ждет такая интересная дорога, что хочется отметить. Добро пожаловать в Россию. Юрий Гагарин, Кремль, ну и сопутствующие атрибуты русскоязычного населения, которые здесь максимально приветствуются. А вот, посмотрите, какие шикарные столы накрывают. Можно покушать на этих заземленных табуреточках. Какая вот тут атмосфера. А, вон еще какая уличная еда. Посмотрите, какая красота. Нужна кому-нибудь заколочка, мочалочка, перчатки, носки. Все, понимаете, можно на дороге взять. Вот видите, вот такой тут проход. И вот здесь вот зазывают. Спрашивают, видите, хотят ли они пить кофе. И вас располагают. Меня встретила женщина рядом с путями. И вот посадила в кафе. Вот так вот здесь будет пояс. Но пользуемся тем, что есть. Обязательно нужно купить напиток. Наше счастье, что нас вообще пустили. Потому что тут очень сложная, серьезная система. Я думаю, не беспочвенная. Я думаю, были прецеденты. Поэтому сейчас здесь такая облава. Приходится сидеть за закрытыми ширмами. Пока они уйдут, господа, полицейские. Честно говоря, когда нас закрыли в этом кафе, я немножечко насторожилась, испугалась. Я не знала, какое я имею отношение. Насколько я нарушаю закон. И нас потом начали загонять в этот дом. Менты начали стучаться. В смысле? Товарищи полицейские начали стучаться. Прям вот ломиться. Вот в это помещение кафе. Жители, владельцы вот этого дома, конечно, они в стрессе. Давай всех нас загонять. Скорей-скорей на второй этаж. Я, еще два корейца. Боже, мы сидели на балконе третьего этажа чьего-то дома. Вот эти вот условия жилищные, которые я наблюдала. Ну и вот такие вот условия у жителей. Этого дома. Вот у них душ, туалет, чистят зубы, вытираются. Ну и гостей пускают в уборную. Вот так выглядит улица. Красота. Ну вот, друзья, я собиралась уходить. Такой контент чуть не опустила. Облава. Прячемся в доме в чьем-то. Нас заперли на балконе, потому что внизу орудует банда, понимаете, здравоохранения. Потому что все это, видимо, уже под запретом и не разрешают вообще никого водить. Так что жители этого дома очень рискуют. Мне принесли зарядку вот этой вот условия. Вот самсунг. По какому принципу они определили, кто будет сидеть, кто нет. Я была одна, и меня очень быстро посадили. Но кто приходил большими такими компаниями, их почему-то не каждого хотели пускать. В общем, все на каком-то рандомайзере непонятном. И очень жестко нагрели меня с расписанием поезда. Сказали, что он будет в 20.00. Потом она якобы не знала, но расписание изменилось. Хотя она принесла мне тетрадку и показала, что поезд там будет в 10 вечера. Ну, камон. Ну, в общем, понимаете, обманка такая, чтобы ты сидел, ждал, покупал напитки. Так что это для самых стойких испытаний. Друзья, ну, а мы с вами, конечно, как и каждый уважающий себя человек во Вьетнаме, не будем просто так ждать без семечек. Это обязательно здесь. Так что будем с вами щелкать семки и ждать нашего поезда. Нет, каждый уважающий себя человек во Вьетнаме должен шелуху обязательно кидать на землю. Но тут заведение исключение скорее из правил. Так что, видите, мне принесли отдельную такую мисочку, чтобы я шелуху складывала. И сейчас мы с вами будем пробовать самый, наверное, популярный напиток во Вьетнаме. Ну, какая красота! Это эк кофе, самый популярный напиток во Вьетнаме. Попробуем. Я думаю, знаете что? Я, конечно, проверю. Пока что очень вкусно. Это просто как такие, знаете, сливки. Не знаю, что там ароматизаторы или это сверху. Я не могу понять. Такой, знаете, ванили и кофе. Вот прям потрясающий запах. Я говорю, этому напитку да. Друзья, ну наконец-таки мы с вами дождались того самого поезда. Вот так вот. Два часа ожидания проехали за 20 секунд. Слушайте, ну не знаю, как вам. У меня даже, что он проезжал в паре сантиметрах. Ну, поезд себе и поезд. Понимаете, едет он и едет. Конечно, необычно, что ты сидишь, что-то попиваешь копья, грызешь эти семечки. А так, ну, каких-то супер невероятно захватывающих эмоций, наверное, ну, как таковых нет. Но я очень рада, что мы с вами дождались, что вообще-то увидели. И предлагаю отправляться дальше по интересным локациям столицы Вьетнама. Ну и немножечко, может быть, не в тему, потому что уже конец января. Может, влог выйдет в начале февраля. Но, тем не менее, я посетила новогоднюю ярмарку. И все-таки в РФ у нас до сих пор еще снег. В Питере так вообще он в марте-апреле может идти. Поэтому немножечко новогодней атмосферы в отеле Мариот я все-таки хочу добавить. Вот такой вот тут у нас Санта-Клаус. Вход стоил 150 тысяч донг. Здесь вот всякие различные поделки могут дети соорудить. Ну, а мы с вами в поисках еды. Наконец-таки стойка, которой я достойно считаю. Вот вам мини-русский музей и всеми любимые матрешки здесь присутствуют. Вот в таком вот прекрасном, гордом одиночестве за шикарнейшим Крисмас-столом я сижу и наблюдаю вот на все это ярмарочное веселье, на выступление. Заняла шикарную позицию. Но, честно, вот не стоит, я считаю, этих трат потолкаться за гамбургером, учитывая, что тоже наценки какие-то невероятные. Видите, у кого дети здесь, да, окей. Ну, а так, конечно, я очень скучаю по нашим питерским новогодним этим ярмаркам. В Москве вообще что происходит. Действительно, я считаю, в России просто шикарная атмосфера новогодняя обитает. Так что цените, друзья, кто сейчас думает, вот я бы хотел быть там, там. Нет, цените. И я буду ценить то, что я здесь. Но все-таки душа моя очень скучает по действительно питерской ярмарке. Кто из Питера, напишите. Ну, и уже полюбившийся мне здесь Сэлман, круассан. Так как я хотела максимально захватить интересные локации и окунуться в такой дух Рождества, почувствовать его, я почему-то решила съездить в католическую церковь. Какая была атмосфера, знаете, как в один дом, где все поют, вот эта вот елка. Короче, очень было классно. Честно, я рада, что у меня был такой опыт. Еще у меня есть такая фишка. Я в каждом новом городе, стране, нахожу пару часиков, чтобы сходить в кино. Я, в принципе, киноман, поэтому у меня такое своеобразное развлечение присутствует. Тут я тоже зашла, протестировала местный кинотеатр. Я все-таки любитель взять вот этот вот премьер. Вип везде по-разному называется, где есть диванчик, где можно заказать официантов. В принципе, в каждой стране такая опция есть. Но вот в Вьетнаме, честно говоря, подобного не оказалось. Ну, а дальше просто началась какая-то невероятная прогулка в парке, который находится рядом с конференц-центром. И, вы знаете, дело не только в конференц-центре. В принципе, по всему Ханою очень предусмотрено для пешеходов зоны. Везде есть тротуары. Не везде суперчисто, но, тем не менее, ландшафтный дизайн, он очень классно соблюдается. Особенно на больших вот этих вот перекрестках. Зоны с ожиданием светофоров, они как-то красиво все вот усажены зеленью. Все так вот, ну, как-то, знаете, вот как будто бы с любовью. И, конечно, прогуляться по какому-то сосновому лесу для меня было большое удовольствие. Далее, рядом с конференц-центром. Я настоятельно рекомендую вам прогуляться вот в этом парке. Там прям просто какая-то красота невероятная. Еще в Ханое, я думаю, как и во всем Вьетнаме, очень популярен бильярд. Конечно, все там как-то прокурено было, была, короче, табличка, что нельзя карты приносить. Потому что они же азартные. Азиаты вообще азартные очень нации. Поэтому все, что у них на такой счет, они очень любят это дело. Но вот бильярд у них прям чуть ли не национальный вид спорта. И еще к этому относятся также гольф. Очень много я видела гольф-магазинов, виртуального гольфа. Ну, соответственно, из-за того, что Ханое очень сильно застроено, и свободной площади не так много, именно фактических вот этих гольф-площадок, их, конечно, надо наблюдать там за пределами города. Сегодня уже все теплее и теплее у нас с каждым днем. Я так немножечко взгрустнула, что заканчиваются такие свежие дни. И то, что уже скоро возвращаться на Бали, как-то я морально не готова снова к жаре с утра до вечера, к ощущениям плюс 38. Так что решила взять кофе и прогуляться, просто насладиться свежестью, полюбоваться на европейские домики, красиво выполненные фасады. Мне прям очень нравится, меня это очень вдохновляет. Ну, а кто-то вообще выходит за все грани приличия и просто мандариновое дерево ставит. Ладно, уже помыла, которое, в принципе, тут не представляет чего-то такого вау. Ну, мандариновое дерево, конечно, выглядит очень необычно. Естественно, я посетила Национальный музей Ханой. К тому же он был всего лишь через дорогу от нашего отеля. Ну, все, что вы там увидите, в принципе, не вызовет, я думаю, каких-то вау-эмоций. Было очень много студентов, которые делали какие-то доклады. И мне, на самом деле, эта идея очень понравилась. То есть обычно школьников заставляют ходить, вот как у нас было постоянно, группами. Вот это вот с экскурсоводом, эти несчастные картины в Эрмитаже. Стоишь, смотришь, хочется есть, хочется домой. Думаешь, боже мой, зачем меня сюда привели? Ну, и дальше мой такой арт-трип продолжился. Поэтому мы с вами отправляемся в следующую локацию. Приехали мы в галерею Ханой. Сейчас посмотрим. Здесь очень атмосферная такая улочка. Но там за углом вас ждет сюрприз. Ну, как удобно. А наверху? Лаунж. Можно встретиться, поработать, посидеть. А, это бар. Вот здесь, видите. Так, ну ладно, пойдемте дальше. Ну, а здесь просто невероятная атмосфера местных балконов. Кстати, пол вот здесь. Вот он грязный, конечно, может вам не видно. Но вот здесь люди сидят, видите. И, видимо, может была изначально задумка убрать и сделать полностью стеклянный пол. Это, кстати, интересно. Я такого всегда боюсь, но это интересно. И вот такие виды. Мне нравятся. Я люблю, когда больше такой старый, знаете, квартал, более архитектурный. Старый в том плане, что нет современных бизнес-центров. Конечно, можно отреставрировать, никто не спорит. Но в этом есть свой шарм, согласитесь. Приятная галерея. Если бы в этом районе я бы встречалась, там, не знаю, с Ариной бы встретилась или с знакомой, я бы вполне выбрала вот этот барчик посидеть. Может, там на Руфтопе. Да, приятное место. А сейчас то, что я хотела вам показать. Сюрприз, который ждет вас за углом. Готовы? Так, ну это традиционная у нас торговля. А, и вот он. Никого, правда, не стригут. Но вы можете, я так понимаю, обратиться за услугой. Здесь просто я проезжала, сидели, стригли. Мужчину я успела заснять вам кадры. Не совсем четкие, но тем не менее успела. Вот никогда не знаешь, на что наткнешься, прогуливаясь по дворам. А вот это Арина сказала. Это они так на поминки ходят, голову перевязывают. У них-то необходимо делать. Так что где-то вот тут поминки, видимо. Это буддийский храм. Такой красивый. Я очень люблю желтый цвет. Цвет. Вот у меня шарф тут такой шикарный. Так, отправляемся с вами на следующую довольно-таки популярную. Ну ладно, насчет популярности не уверена. Красивая локация, которая стоит своего посещения. Я возьму байк, чтобы не опаздывать. Я бы с радостью прогулялась, но многие тут исторические места не закрываются в 5 часов вечера. У меня остался всего час, так что попозже нагуляемся, я думаю. Билет стоил 30 тысяч. Давайте пикнем. Оп, все, проходим. Мы с вами приехали в цитадель Ханое. Огромная территория. И, конечно, без карты здесь не обойтись. Еще в 19 веке, так как Ханое, я думаю, многие знают, это бывшая французская колония, многие постройки были разрушены из-за захвата Вьетнама, из-за захвата Ханое. Но вот отреставрировали, что смогли. И сейчас мы сможем насладиться дворцами, в которых жили самые древние династии Вьетнама, династии Ли. Так что есть на что посмотреть. Тут, видимо, сцена. Можно выступить с сольным концертом, друзья, кто давно мечтал. Афиши непонятно, звезды, цветы. Все очень тут же синтетические эти тюльпаны, не тюльпаны, а как не лотосы. Тут же этот потрепанный камень, тут же проводки. Все очень налеплено. Как-то без единого стиля. Плафон этот, ободранные стены и какой-то желтый плафон синтетический. Они играют в Игру Престолов, видимо. Пока жду такси, хочу заснять государственное учреждение. Красиво как выглядит. Вот тут охрана. И, естественно, бросилась в глаза сразу позолоченная арка. Смотрите, никто не уважает здесь пешеходов. Никто не пропустит. Все будут переть. Еще и бибикать вам. Даже если тут пешеходный. У нас вообще интересная система. Сейчас мы как-то будем пересекать встречное движение. Надеюсь, этот водитель меня не угробит сейчас. Выглядит его маневр сомнительно немножечко. Ну ладно, он справился. У нас сегодня просто потрясающая погода. Вышло прогуляться, потому что этого мне не хватало. Как будто бы после зимы, знаете, первый день такой весенний наступает. Ты понимаешь, все, тепло. Можно снимать все шапки, куртки. Я все еще беру с собой платок. Но это не отменяет того факта, что тепло. Даже на байке уже ездить довольно-таки приятно. Напоминаю, Вьетнам. Точнее, Паной. Вьетнам, бывшая французская колония. И тут очень вкусный хлеб. Очень вкусная выпечка. Вот можно встретить, помимо всякой кукурузы, еще, видите, багеты. Приехала на выставку. Прикреплю сейчас название. И попала снова в какой-то жилой комплекс. С околоевропейской такой архитектурой. Там, посмотрите, еще какое здание прекрасное. Так что, да, вот так вот едешь-едешь по главной улице. И бац, вот тебе европейский дворик. Ну, а дальше мы снова встречаемся с Ариной. И принято решение посетить такую более современную выставку. Так как классическое искусство не доставило архитектуру мне особого наслаждения. Я решила, почему бы по современным выставкам не пройтись. И это, конечно, был полный трэш. Мы непонятно за что отдали деньги. Там стоимость была, причем такая, думаю, выше среднего. Учитывая, что в том же самом Гонконге вообще почти все выставки были бесплатные. Прикрепляю, кстати, ссылку на влог из Гонконга. Он очень классный, информативный. Я прям все по полочкам там разложила. В том же самом Сингапуре, опять же, да, были действительно классные выставки. Они были не бесплатные, но это было плюс-минус интересно. В Ханое я... Нет-нет-нет, не стоит, я думаю, на это даже тратить время. Какие-то пальцы непонятные, картины, короче, нет. Мы сказали этой выставке нет и даже расстроились, что потратили время. Зато рядышком очень прикольное пространство. Посмотрите, с новогодними елками, с этой вот всей атмосферой. Приятные европейские такие кафе. Но что хочу отметить. В кафе Ханое огромная проблема с едой. То есть, хоть культ кофе и присутствует, но вот вы знаете, этот кофе почему-то они не могут сделать там с альтернативным молоком какие-то интересные напитки. То есть, у них есть своя вьетнамская база. Они не желают как-то переклассифицироваться на европейский лад. И в основном кофе будет очень сладкий вьетнамский, очень крепкий. Так что, нужно поискать кофейни, где будут привычные нам какие-нибудь Айслата, Фрапуччино. Это скорее будет Старбакс. И нет еды. Вот, в местных кафешках почти нигде нет еды. Кофе и семечки. Кофе и семечки. Будьте к этому готовы. Так что, мы отправились в кафешку. У-у-у, романтика! Такая тут красота у нас. Веганская, хелси, био, эко, девочки мы. Ну, а дальше мне просто захотелось показать вам колорит дорог. Посмотрите, они такие вот узенькие, такие вот шумные. Короче, просто погрузитесь в эту атмосферу. Я даже ничего комментировать не буду. Просто перенеситесь на минутку хотя бы в этот колорит. Далее у нас уже наступают такие последние деньки в Ханое. И мы отправляемся с Артемом в Lotte World. Вообще, лотто для меня это лучшие торговые. В любой стране, где вы оказываетесь, выбирайте лотто, вы не прогадаете. Это корейские торговые. А вы знаете, корейцы, они всегда за качество, комфорт и стиль. Друзья, доброе утро. Прекрасно нам оцепили улицу. Готовятся принимать Ханой Си Цзепина, президента Китая. Так, мы приехали в лотто-центр. Здесь такая распродажа на входе. Там красивая елка. Все так украшено приятно. Друзья, кому нужны кроссовки со скидкой, пожалуйста, приезжаем в лотто-центр. Здесь большая новогодняя распродажа. На первом этаже парфюмерия. Это все не то. Мы безумно голодные. Мы проспали сегодня наш завтрак в отеле. Добрались до шестого этажа. Было непросто, потому что тот уровень навигации очень низкий. Но на шестом этаже здесь прям такая улочка. И уже, конечно, все попроще. Так, где Киквест начинается, девочки очень плохо разговаривают по-английски. Но понятно только то, что здесь буфеты. Мы возьмем тот, который за 450. И сможем выбирать все, что в этом меню. Очень оперативно все выносят. Команда слаженно работает. Здесь это огромный плюс, что приносит виное сало. И прежде чем жарить, вам специально проходят и протирают весь этот противень. И у вас ничего не пригорает. Артем тоже обратил внимание, какая здесь подача красивая. И после уже одной приготовленной партии нам меняют противень на чистый. Берем сборную солянку, потому что обычно подают вот такие листья всегда. Нужно в них заворачивать это барбекю. В Корее, кстати, то же самое. Кладем немножечко кимчи, возьмем мясо, обязательно соус. Он островатый немного. Но, кстати, нужно отметить, что у японцев не такая острота, какую вы могли бы представить. В Корее, кстати, тоже. Они не очень любят супер острые какие-то блюда, знаете, чтобы у вас потом еще рот горел весь день. Завернем это вот так, чтобы было хелси эко-биво. Вкусно. Качественное мясо очень. Так, и вот стоимость за двоих и за четыре напитка наших. Наконец-таки, спустя почти 20 минут блужданий по центру, мы нашли этот Sky Park. Если что, вам нужно будет спуститься на самый нижний этаж, там, где гипермаркет Большой Лотте. И вот вы увидите вот этот коридорчик, который вас приведет к кассам. Стоимость билета 230 тысяч донг. Вау, мы что на проекте подиум? Какой красивый здесь пол в лифте. 65 этаж. Мы едем к вам. Я переживала, что из-за смока вообще ничего не будет видно, но на самом деле приятный вид открывается. Кочнее сказать, что вы тут в обморок упадете от увиденного, но я считаю, подняться стоит. Вот напишите в комментариях, что вы думаете, обзорные площадки, они вообще стоят своих денег? Потому что они, зачастую у них такая цена, знаете, интересная. Но каждая обзорная площадка, не знаю, я никогда не жалею, что я их посещаю, сколько бы они ни стоили, какой бы вид ни открывался, все равно, я считаю, не стоит упускать возможности посмотреть на город с высоты птичьего полета. И это всегда разные ракурсы, что с воды, вот с воздуха, и когда ты просто гуляешь по городу. Предлагается за кем-то подглядеть. Что, видно прям? О, кстати, да, если сфокусироваться, видно здесь какие цветы на балконе. Ну, слушайте, на большую фигню, мне кажется, деньги мы давно не тратили вообще. Это первый раз, наверное, вообще, в принципе, за всю историю путешествий, когда я прихожу на обзорную площадку, а здесь нет просто почти никого. Обычно какие-то толпы громадные, не пробиться, это все портит какое-то ощущение наслаждения локацией. И когда ты выходишь на скайбокс, вот эта вот толпа, ты ждешь, особенно в Куалумпур это было. Сейчас прикрепляю ссылки на влог. Это что-то, там больше часа, наверное, занимаешь очередь, можно еще все экскурсии по городу успеть провести, и потом вернуться на этот скайбокс. Ну, в общем, я хочу его найти и испытать себя на просе, потому что обычно мне очень страшно выходить на эти стеклянные полы. Я не могу, мне очень страшно. У меня все сжимается. Не могу, мне очень... Мне реально страшно, ребят. Артем вообще нормально с прыжками бегает, прыгает. Ладно, я пойду и не буду просто вниз смотреть. Вот и все. Снимай меня. Я просто не смотрю вниз. Страшно. Тема, не пугай меня. Зачем ты так делаешь? Блин, реально страшно. Если я посмотрю вниз, у меня вообще, мне кажется, в обморок упаду. Все, все, все. Я что-то вообще очень осмелела у вас. Может, ты попрыгаешь? Не надо прыгать, все. Я это сделала. Ура, я это сделала. Боже, я так рада. Для кого-то со стороны это выглядит типа че, фигня. Вот, не знаю, все ходят, смотрят, дети, старики, абсолютно все. Вот мне страшно, я не могу. Вот не судите по себе. Реально. Вот кому-то все равно на такие походы. А для меня это огромная победа над собой. Реально. Вот посмотрите, как радуются все. Вот такая вот вечеринка. Видите, видите, чмарят деда, который испугался. Вот это я бы была отлучить. У нас там какой-то очень случайный скайбокс был. Все веселье забрали вот эти местные дедушки. В общем, ощущение максимально положительное от этой поездки. Я могу сказать, что себя она оправдала на прям все 10 из 10. Я очень довольна, что мы съездили. В отличие от, например, сеульской обзорной площадки, прикрепляю влоги из Кореи. Они будут очень классные, интересные. Особенно тем, кто ни разу не приезжал в Сеул в Инчон. Посмотрите, там много собрано полезной информации. Там было много народу, не было возможности спокойно насладиться ситуацией. Единственное, что меня шокировало, это уборная с видом, но город. Вот, обзорная Ханоя, она прям топ. Так что я голосую, чтобы это стало у вас первым местом в вашем списке посещения. А потом уже отправляться дальше. Ребят, чьи-то ангелочки снова бегают. Мамочки ангелочков, успокойте, пожалуйста. Не могу пройти мимо цен на клубнику и черешню. Клубника 300 тысяч, черешня 400. Клубника выглядит очень красиво, но мне кажется, чуть-чуть завышена. Может, тут оправдывает себя название премиум, не знаю. Смотрите, как удобно. Купил, сразу сел, поел. Вареные яйца, например. 12 тысяч дом за 2 яйца. Это очень бюджетно. Вареная кукуруза. Также это батат, я так понимаю, тут. Ну и всякая разная. Кура, картошка при. И вот девочка в костюме полного джинглбеллс настроения. Просто, чтобы вы знали, в лотоцентр огромный выбор продуктов. И вообще любого характера каких-то товаров. Все можно найти. Так что ищите где-нибудь в Азии, если вы приезжаете в Вьетнам. Ну, тем более уж там в Корею, понятное дело. Ищите лотоцентр. Будет очень большой выбор продуктов. У всех любых других товаров. И попробуйте булочку пинце. Очень вкусная. Это рисовая лепешка. Здесь внутри... Что это? Свинина, да, Тем? Свинина с яйцом. Очень-очень вкусно. Она такая большая. Пинце в переводе с китайского это большой пельмень. Ну, я бы сказала, даже огромный пельмень. Стоит 30 тысяч дон. Такое удовольствие. Не отказывайте себе в нем. Друзья, напишите, кто такой же. Кто за час на международный рейс приезжает. За час до вылета в незнакомый аэропорт. Ну, и, конечно же, в завершении, что хочется отметить. Из минусов. Трафик. Очень жесткий смог. Невозможно продышаться, прочистить легкие. Это, конечно же, антисанитария. Ну, и, наверное, шум. Очень-очень шумно. Ну, и культурно в плане музеев можно, в принципе, себя побаловать. Но чего-то такого суперинтересного не удастся найти. Из плюсов. Это, конечно же, стоимость. Вьетнам очень бюджетный. В принципе, уложиться в тысячу баксов. Это очень даже реально. Чего, например, на Бали, ну, вот, очень трудно сделать. Поэтому на контрасте, да, это самый первый, наверное, плюс. Также это, конечно, очень интересно в плане какого-то экспириенса. Вот этот вот все равно шум, колорит, эти чокнутые просто какие-то трафики на дорогах. Это просто что-то какое-то безумие. Увидеть это, почувствовать, поверьте, это стоит того. Просто приехать и обалдеть. Вы будете помнить это еще долго. А, из минусов, конечно, это что вьетнамцы, они максимально не тактичны. Они не знают, что такое личные границы. Так что это будет тоже классный опыт. Что еще дальше из плюсов? Есть очень много теннисных всяких кортов. Очень много гольф, интерактива. Очень много бильярда. То есть, в принципе, даже какого-то спорта, вот бега. Все-таки вьетнамцы, они это поддерживают, любят. В каждом почти, наверное, жилом комплексе у вас будет доступ к фитнес-клубу. Они это очень пропагандируют. Так что в плане спорта, да, это здорово. Продуктов, кстати, много. Продукты хорошие. Сцены приятные. Очень большой ассортимент. Наверное, на этом плюсы закончились. И, конечно же, мне будет приятно. Ваша подписка, лайк, комментарии, репосты, любая активность. Я всегда рада. И мне интересно узнать ваше мнение, увидеть обратную связь. Все, друзья, спасибо большое, что вы досмотрели этот влог до конца. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.